Вы слушаете Радио России Ульяновск. Сегодня 10 мая, пятница в студии Татьяны Лунина. Доброе утро, дорогие друзья! 15 апреля 2019 года был принят и опубликован федеральный закон, который внес ряд изменений в положение Налогового кодекса. Указанные изменения были внесены по исполнению поручений посланий президента Владимира Путина, направленных на совершенствование правил налогообложения имущества, предусмотренных Налоговым кодексом. Прокомментировать новое введение мы попросили начальника отдела налогообложения имущества Управления Федеральной Налоговой Службы по Ульяновской области Юлию Ромашкину. Итак, Юлия Анатольевна, какие изменения ждут в части земельного налога? Что касается земельного налога, начиная с налогового периода 2018 года в качестве дополнительных мер социальной поддержки для многодетных к числу льготников, имеющих право на налоговый вычет в размере 600 квадратных метров кадастровой стоимости земельного участка, то есть это вычет 6 соток, теперь имеют лица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей. Следующее изменение, которое касается уже всех налогоплательщиков, это введение коэффициента ограничителя роста земельного налога не более чем на 10% по отношению к предыдущему налоговому периоду. Что это значит? Что вне зависимости от изменения кадастровой стоимости ставки, налогоплательщики не получат уведомления, где рост земельного налога будет более чем на 10% по сравнению с предыдущим годом. Также очень интересное изменение, которое коснется большей части льготников, это вводится проактивный формат представления налоговых льгот. Это означает, что некоторые категории льготников, которые имеют право на льготу, теперь могут не представлять заявление на льготу, как это было ранее, а налоговые органы будут получать информацию о праве на льготу у соответствующих органов. Какие это категории граждан? Это пенсионеры, инвалиды, лица предпенсионного возраста, также многодетные. То есть сейчас налоговые органы как раз проводят работу по сбору информации о многодетных, для того, чтобы при расчете налога уже в этом году налогоплательщики получили уведомление с учетом права на льготу. Следующее изменение переносится с 1 ноября на 31 декабря предельный срок для возможности подачи налогоплательщикам физическим лицом уведомление о выбранном земельном участке, в отношении которого будет применяться налоговый вычет. То есть это тоже важно. Если право собственности возникло после 1 ноября, у налогоплательщика такой возможности не было, теперь эта возможность останется до 31 декабря. Налогоплательщик сможет подать такое уведомление. Следующее тоже очень важное изменение, это касается налога на имущество физических лиц. Также с учетом послания президента с налогового периода 2018 года в налоговый кодекс внесены изменения, увеличивающие размер налоговых вычетов для жилых помещений многодетных. В частности, налоговая база по налогу в отношении объектов налогообложения, которые находятся в собственности лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, уменьшается на величину кадастровой стоимости 5 квадратных метров в отношении квартиры или комнаты и 7 квадратных метров в отношении жилого дома, причем этот вычет представляется на каждого несовершеннолетнего ребенка. Указанный вычет представляется в отношении одного объекта каждого вида, то есть вычет представляется и на квартиру, и на дом, если у плательщиков собственности такие имеются. Кроме того, аналогично и земельному налогу также вводится проактивный порядок представления налоговых льгот, согласно которому не будет требоваться представление заявления для того, чтобы получить льготу. А вот постройки в виде бани, сараев, теплиц, они будут облагаться налогом? Никаких налогов новых не вводится. Все строения и сооружения, расположенные в том числе на дачных участках, облагаются в общеустановленном порядке. Они являются объектом налогообложения с 1992 года и также по налоговому кодексу с 2015 года тоже входят в объекты налогообложения. Но для налогообложения таких строений, расположенных на дачных участках, необходимо условия. Необходимо, чтобы права на эти строения были зарегистрированы в установленном законном порядке, то есть в органах Росреестра. Также условия регистрации тоже есть свои особенности. То есть не все объекты подлежат государственной регистрации. Необходимо, чтобы объект обладал признаком недвижимого имущества. А какие это признаки? Это прочная связь с землей и невозможность перемещения на другое место без нанесения ущерба. Соответственно, какие-то некапитальные строения, в том числе теплицы, какие-то времянки, которые не обладают признаками недвижимого имущества и, соответственно, не зарегистрированы в органах Росреестра, за них налог не исчисляется. Но также хотелось бы дополнительно сказать, что те хозяйственные строения и сооружения, которые обладают признаками объекта недвижимого имущества, бани, сараи, какие-то постройки, которые стоят на фундаменте, права на которые зарегистрированы в органах Росреестра и площадь которых менее 50 квадратных метров, По налоговому кодексу у нас действует льгота на один объект такого вида, то есть любое физическое лицо, у которого на даче, например, стоит баня, право на которую зарегистрировано в органах Росреестра и она менее 50 квадратных метров, плательщик может воспользоваться правом на льготу в отношении этого объекта. Поэтому волноваться о том, что сейчас за теплицей будут взиматься налог, этого не будет. А теперь несколько слов о транспортном налоге. Указанным федеральным законом, который был принят 15 апреля 2019 года, внесено изменение, уточняющее основание освобождения от налогообложения транспортных средств, находящихся в розыске в связи с их угоном кражи. Таким образом, в связи с действием закона, окончание розыска транспортного средства, не приведшего к его возврату лицу, на который было зарегистрировано такое транспортное средство, не повлечет возобновление налогообложения. Кроме того, просто дополнительно скажу, эти изменения уже давно внесены в кодекс. С налогового периода 2018 года отменены повышающие коэффициенты 1.3 и 1.5 по транспортному налогу, которые применялись для налогообложения дорогостоящих автомобилей. Также, что касается плательщиков транспортного налога, напомню, что с 1 января 2019 года отменяется льгота, которую использовали владельцы большегрузов, которые платили плату в систему Платон. То есть с 1 января 2019 года эта льгота отменяется. Хочу обратить внимание, что законодательство в части налогообложения имущества постоянно изменяется, но изменяется в лучшую сторону для плательщиков. То есть создается как можно больше условий для того, чтобы плательщики не обращались в налоговую службу. Вот, например, проактивный формат представления льгот. Дополню, что лица, которые стали пенсионерами в 2018 году, лица предпенсионного возраста с 1 января 2019 года, инвалиды, инвалиды с детства. С 2018 года, кто приобрел такой статус, соответственно, налоговый орган проводит работу с уполномоченными органами, в том числе с пенсионным фондом, для сбора этой информации, для того, чтобы плательщик определенной категории не ходил в налоговый орган, не писал заявление, а чтобы было все просто и понятно. То есть если ты приобрел статус пенсионера, зачем тебе ходить, когда пенсионный фонд может сообщить налоговый орган, и льгота будет представляться автоматически. Тот же самый порядок, проактивный формат с налогового периода 2018 года будет действовать также в отношении хозяйственных строений помещений. Менее 50 квадратных метров, расположенных на дачных участках, проведена уже работа с органами Росреестра, то есть получена информация о регистрации права собственности таких строений на граждан в течение 2018 года, и также льгота будет представляться автоматически, без представления заявлений. Это очень удобно, поскольку не все граждане знают о своих правах на льготу, и бывает иногда так, что исчисляется налог, плательщики платят налог, а потом оказывается, что у физического лица было право на льготу, он просто не знал о ней. И еще хотелось бы дополнительно сказать, посмотреть все льготы, которые действуют на территории Ульяновской области, вы можете тоже, воспользовавшись сайтом налог.ру, в разделе «Справочная информация о ставках и льготах». То есть дополню, что, например, у нас земельный налог и налог на имущество физических лиц является местным налогом и устанавливается каждым муниципальным образованием самостоятельно, то есть у нас 146 муниципальных образований, то есть на территории каждого муниципального образования установлены свои ставки по земельному налогу и по налогу на имущество физических лиц. Для того, чтобы узнать, какая конкретная ставка действует на территории муниципального образования, где расположено ваше имущество, вы можете зайти на сайт и, соответственно, посмотреть ставку. Также дополнительно к федеральным льготам, установленным налоговым кодексом Российской Федерации, региональными и местными органами могут устанавливаться дополнительные льготы по региональным и местным налогам. Региональные налоги – это у нас транспортные налоги. То есть здесь тоже хотелось бы отметить, что для транспортного налога на территории Ульяновской области также действуют льготы в отношении льковых автомобилей мощностью до 150 лошадиных сил. То есть еще какие льготы действуют, также можно посмотреть на сайте. Об изменениях в налоговом кодексе рассказала Юлия Ромашкина, начальник отдела налогообложения и имущества Управления Федеральной налоговой службы по Ульяновской области. Программа государственной телерадиокомпании «Волга» «Будни». Факты, события, комментарии. В Ульяновской области началась реализация плана по обновлению пассажирского транспорта. На одном из совещаний по вопросам повышения качества пассажирских перевозок было отмечено, что поступает большое количество жалоб на график движения автобусов, на их техническое состояние и загруженность. Сегодня стоит задача заменить старые машины на новые, большие вместимости. Нужно понимать, что обновление подвижного состава – поэтапный процесс, рассчитанный на несколько лет, пояснил директор департамента транспорта Юрий Чибисов. Губернатором Ульяновской области поставлена задача по обновлению подвижного состава, работающего на регулярных пассажирских перевозках. Планируется, что за три года, это с 2019 года начиная, на наших линиях появится 350 новых автобусов. В первую очередь, должны обновляться автобусы, которые выслужили свой срок службы, имеют максимальный срок службы. Сейчас средний срок службы, работающих на линии автобусов у нас – это 8 лет. После реализации данной программы, средний срок службы снизится, будет составлять 4-5 лет. Что планируется сделать? Во-первых, привлечь перевозчиков к данному процессу, привлечь средства областного бюджета. И планируется, что 250 автобусов будет обновлено в городе Ульяновский, и 100 новых автобусов появится в городе Димитровграде. Уже сейчас начинает работать программа, когда субсидируется перевозчику 50% стоимости вновь приобретенного автобуса. Это существенная поддержка. И вот первый один из автобусов появился в городе Димитровграде. Также выйдут в ближайшее время федеральные нормативные документы, которые будут предоставлять скидку на автобусы, использующие газомоторное топливо. Скидка эта существенная, достигает до 1,5 миллионов рублей на один автобус. И в совокупности все это должно позволить выполнить нам эти мероприятия и обновить автобусы. В этом году в наших планах 30 автобусов обновить за счет бюджета областного и 50 автобусов обновить за счет частных компаний. Областной бюджет уже приобрел 11 автобусов, как я сказал. И перевозчики приступили. Вот мы видим на автовокзале делали осмотр автобусов. Перевозчик в городе Ульяновский показал 10 новых автобусов. Три автобуса вот вчера мы показывали, три новых паза поступило. И дальше мы также по мере обновления два автобуса за частные средства приобретено в Димитровграде. И 10 автобусов до конца года также перевозчики Димитровграда поставят на линию новые автобусы. Это вот то, что сейчас реализуется. Юрий Юрьевич, много нареканий на работу пассажирского транспорта. Здесь основной вопрос от наших жителей – это соблюдение расписания движения, это движение в вечернее время, это поведение водителей. Для того, чтобы все это работало, необходим контроль. И контроль осуществляется со стороны Министерства промышленности и транспорта Ульяновской области, совместно с МВД, с ГИБДД Ульяновской области и Управлением государственного автодорожного надзора. Есть согласованные даты, графики, когда все три структуры выделяют своих сотрудников, выходят в рейды. Конечно, город Ульяновск принимает здесь активное участие в управлении дорожного хозяйства. Они также контролируют соблюдение расписания. И во время этих рейдов как раз контролируются все эти моменты. То есть, через какой интервал приходят автобусы, сколько автобусов прошло там за определенный интервал. Контролируется, в каком состоянии находится салон автобуса, все ли там есть необходимое, чисто ли салон, исправен ли автомобиль. Автомобиль не может неисправно выйти на линию, но все ли есть в самом салоне, что касается для пассажиров. Это и схема движения маршрута, и телефон перевозчик, куда можно обратиться в случае необходимости, и различные другие инструкции. Вот таким образом осуществляются проверки. Они носят регулярный характер. Не менее одного-двух раз в неделю вот такие рейды проводятся. Также контроль проводится и за работой такси на территории региона. Также совместными всеми службами проводится. Здесь основное внимание, законно ли перевозчик выполняет свою деятельность таксист, то есть получил ли он лицензию или не получил. В нашем регионе лицензия получается бесплатно. Значит, если есть автомобиль, есть водительские удостоверения и там прописка, то есть это можно все получить оперативно и осуществлять легальную деятельность. В соседних регионах лицензия стоит уже денег. Поэтому мы вот и заключили соглашение с перевозчиками, с компаниями, которые такси, для того, чтобы на линиях работали только легальные зарегистрированные перевозчики, чтобы не отдавали заказы, не брали в работу тех водителей, которые не имеют лицензии. И это дает свои результаты. И вот конец прошлого года, и этот год, большое количество заявок на оформление разрешения такси. И о так называемом человеческом факторе поведения водителей, оно ведь не всегда бывает корректным? Конечно, человеческий фактор имеет большое значение. И, наверное, всем приятно ехать с вежливым водителем. И можно испортить себе настроение, если водитель хамит или ведет себя не очень корректно. Жалобы поступают на водителей автобусов. Если брать город Ульяновск, то они рассматриваются в администрации города, это управление дорожного хозяйства. Там регулярно заседает комиссия. Формат работы представитель городской администрации, представитель перевозчика, обычно это вот собственник той компании, кто, ну, либо исполнительный директор. Значит, и заявитель. Водители приглашают, рассматривают все спорные вопросы. В этом году уже рассмотрено 12 таких фактов. И вот по всем этим фактам водитель, ну, просто так, к сожалению, не возникает. Бывают спорные моменты. Водители направляют на дополнительное переобучение 20-часовое программа учебное, где учат, как правильно себя общаться с пассажирами, как повышать безопасность перевозок. И один водитель был отстранен от исполнения обязанностей и был уволен компанией. Мы также на областных маршрутах при фактически ежемесячных встречах с компаниями, с директорами перевозчиков эти вопросы рассматриваем. Также на совещании обсудили вопрос о приобретении новых трамвайных вагонов в целях улучшения качества пассажирских перевозок и реализации новой модели транспортного обслуживания в Ульяновске, где основная роль в транспортном обслуживании отводится электротранспорту, рассматривается возможность закупки 70 вагонов. Вы слушаете Радио России Ульяновск, студия Татьяна Лунина. Я приветствую всех, кто настроился на нашу волну. Недавно на базе детского дома отдыха Непевцина, управления делами президента Российской Федерации, состоялась 23-я конференция всероссийского детского конкурса научно-исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науке». Подробности в сюжете моей коллеги Надежды Шейко. Ей слово. Доброе утро. На конференции было представлено 543 проекта. В состав ульяновской делегации вошли лауреаты заучного тура конкурса. Это Адель Шакиров из средней школы номер 72, Алсуша Рафуддинова из Центра детского творчества номер 1, Зарина Салахуддинова из Октябрьского сельского лицея Чердоклинского района и Елисей Балицкий из Дворца творчества детей и молодежи. Умение изобретать и исследовать не приходит само собой. Сегодня уже из детского сада и начальной школы ребят учат наблюдать и делать выводы, помогают строить гипотезы, проверять их и оформлять в презентации. Первые опыты и исследования, которые проводят школьники, очень полезны для их собственного развития. О конкурсе «Первые шаги в науке» я беседую с методистом отдела проектирования, моделирования и конструирования Дворца творчества детей и молодежи Анжеликой Аметовой. Два года ездит делегация Ульянской области в лагерь Непецина и имеет уже хорошие результаты. Этот конкурс входит в перечень олимпиад интеллектуальных творческих конкурсов и мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей. Лауреаты заочного конкурса приглашаются к заочной защите на Всероссийскую конференцию. Конкурс организован для детей с 7-14 лет. То есть это ребята в начале пути своей технической деятельности и они предоставляют свои работы, свои исследования, свои изобретения в техническом творчестве. В чем главный смысл такого конкурса? Ребята могут себя проявить в нашем конкурсе, раскрыть какие-то свои таланты. Возможно, они никогда не будут в дальнейшем работать где-то в технической направленности, но участвуя в наших конкурсах, работая над своими проектами, они получают неоценимый опыт и в образовательной сфере, и как самоутверждение себя. И для детей это значимый опыт для поступления в дальнейшем в какие-то вузы по своим интересам. Есть наверняка уже победители, есть и дети, которых мы можем отметить. В этом году у нас делегация немножечко расширилась, и в этом году у нас уже 4 участника было в нашей делегации. Все ребята получили дипломы первой степени. Работы были разноплановые. Изучение полета квадрокоптера, ракета-носитель с космическим кораблем. Также была представлена одноядерная картофелекопалка для малых фермерских хозяйств. И еще был самый младший участник нашей делегации. Он представил модель ветрогенератора из подручных материалов. Ребята уже современные, они в этом очень хорошо разбираются. Да, они разбираются лучше, чем мы. Наверное, в любом исследовании, в любом открытии какая-то польза должна быть. Она найдется со временем. А много ли сегодня ребят, которых действительно серьезно интересует наука, техника, открытия, исследования? Таких ребят достаточно. Три года мы проводим. Количество детей, принимающих участие в наших конкурсах, увеличивается. Вот я просто хочу поделиться своим наблюдением. Проводя региональные этапы у нас здесь, в Ульяновске, и побывав на конкурсах всероссийских, по технической направленности, к сожалению, достаточно мало работ. Я вот разговаривала в прошлом году с членами жюри всероссийского конкурса. Они тоже вот сожалеют о том, что по другим направлениям, ну, например, по изучению истории, биологии, химии, больше участников. А вот в технической направленности, хотя сейчас пристальное внимание к этой направленности, но как бы у нас немножечко провал есть. Общаясь с ребятами, вот у всех есть стремление чего-то большего добиться. И у них есть цель на следующий год участвовать опять в наших конкурсах и идти дальше, дальше и дальше. Действительно, современные школьники, увлекающиеся наукой и техникой, сегодня ставят перед собой серьезные задачи. Доказательство этим словам – мой разговор с одним из участников всероссийского конкурса «Первые шаги в науке». Знакомьтесь, старшеклассник из средней школы номер 72 Адель Шакиров. Я представлял свой проект «Проектирование автоматизации полетов дронов». Над проектом я работаю уже около двух лет. Конкурс мне понравился тем, что можно было услышать проекты других ребят. Проекты там были сильные, начиная с каких-то роботов, заканчивая автоматизированной таблетницей. Показать себя, посмотреть на других – вот это, я считаю, один из таких наибольших плюсов. Как ты считаешь, твой проект, в чем его главный смысл и что ты хотела именно этим проектам показать? Сейчас активно пытаются внедрить квадрокоптеры в условиях города, но самой частью, которая не позволяет это сделать, это их безопасность. Безопасно внедрить дроны в условиях города сейчас не так просто, и поэтому я решил создать карты, которые будут помогать дронам безопасно летать в условиях сложной местности, в том числе города. Те знания и навыки, которые ты приобрел, когда ты участвуешь в таких проектах, реализуешь их, они как могут в жизни пригодиться? Это полезно в плане того, что даже если ты не станешь каким-то инженером, не нужно забывать о своем кругозоре. Во-первых, ты будешь интересным человеком. Думал уже о том, кем ты станешь, или пока вот еще неопределенная? Было бы, конечно, неплохо стать инженером, но я человек разносторонний, я люблю заниматься и музыкой, люблю авиацию, а именно неплохо было бы стать пилотом, тянет в небо. Ну, в общем, работать на благо страны. Как ты считаешь, на каком сегодня уровне находится сфера научных открытий, изобретательства, какой-то исследовательской важной работы среди именно школьников, среди молодежи? Раньше я думал, что молодежная наука не так сильно поддерживается, но когда я сам вошел в эту сферу, я понял, что существует море бесплатных таких вот проектов, конференций. У каждого сейчас есть возможность продемонстрировать свою мысль. Допустим, тот же конкурс «Первые шаги в науку». То есть ты пришел, поучаствовал в региональном этапе, а потом пошел на всероссийский. И вот такие вот маленькие конференции вначале дают большой толчок в будущем на развитие. Сейчас я оцениваю ситуацию насчет развития молодежной науки высоко. А мне остается только добавить. Участвуя в подобных конкурсах, у школьников формируется исследовательская культура. Они осваивают наблюдение, эксперимент, много других различных методов. А главное, есть уверенность в том, что уже завтра из талантливых ребят вырастут новые ученые и изобретатели. 15 мая в Ульяновском театре «Юного зрителя» стартует первый международный фестиваль «Вместе». Это фестиваль спектаклей для всей семьи. В России это первый фестиваль такого плана, говорит директор, художественный руководитель театра «Юного зрителя» Эдуард Терехов. Мы решили занять эту нишу, тем более, что в нашем регионе уже намечается вот такая вот ниша кластера семейного досуга. И есть у нас замечательный кинофестиваль имени Валентины Леонтьевых, фильмы которого адресованы для всей семьи, для семейного просмотра. И мы решили театральное событие тоже направить по этому руслу. В нынешнем году мы открываем фестиваль 15 мая. Это Всемирный день семьи. Это очень символично. Учредителем этого фестиваля стало правительство Ульяновской области, Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области. В качестве партнеров выступили Союз театральных деятелей, правительство Российской Федерации в лице Министерства культуры Российской Федерации и множество партнеров из региона, которые поддержали наш фестиваль. Мы покажем 9 спектаклей. География представлена очень широко. Нам удалось пригласить к нам в гости самые-самые яркие спектакли, которые есть в России, которые адресованы именно семейному зрителю. А в чем основное отличие спектакля для всей семьи от всех остальных? Во-первых, это кредо нашего театра. И если мы адресуем их детям, мы всегда помним, что вместе с детьми приходят взрослые, потому что мы сами родители, и мы маленьких своих детей водили в театры. И очень обидно видеть, когда у детей там своя радость, зайчики-белочки на сцене прыгают, а родители в это время не знают, куда себя деть. В течение 30-40-50 минут они мучаются. И мы для себя сказали, мы никогда не будем ставить такие спектакли, на которых родители будут страдать. В любой, даже в самой-самой простой истории, есть очень много слоев, очень много уровней взаимоотношений. Есть сюжет, за которым следят дети. Есть явные взаимоотношения героев. Есть взаимоотношения на уровне второго плана. Есть какие-то иносказания. И в это можно углубляться. И чем многослойнее вот этот пирог, тем интереснее его смотреть. И не секрет, что порой взрослые получают больше удовольствия на наших спектаклях, чем дети. Хотя у детей там, опять же, повторюсь, своя радость. Допустим, если взять спектакль, как лапшо человеком, стал по мотивам уднурских народных сказок. Замечательный сюжет, замечательно завернута интрига, но при этом родители просто счастливы. Папа выходит и говорят, такое ощущение, что я опять вернулся в родную советскую армию. Мамы говорят, вот как мы узнаем мужчин. А мужчины говорят, слушайте, как точно срез женщины, их отношения. То есть в любых сюжетах, ну в интересных сюжетах, хороших, настоящих сюжетах, можно найти очень много уровней, очень много подводных течений. И таким образом сделать спектакли интересными для взрослых. Кроме всего прочего, почему мы именно обращаемся к семейной аудитории, очень важно не терять вот эти внутри семейные коммуникации. Ведь в 90-е годы мы этого хлебнули с лихвой, когда родители занимались поиском средств к существованию, дети занимались решением своих проблем самостоятельно, и общение внутри семьи свелось к минимуму. И плоды этого, они, к сожалению, сегодня видны. И наша задача, вот эту проблему вернуть в нормальное русло. Мы считаем, что самые главные коммуникации должны происходить именно внутри семьи. Поэтому те спектакли, которые наши зрители увидят на нашем фестивале, должны, на наш взгляд, способствовать вот этому семейному диалогу. Потому что мы хотим, чтобы в спектаклях поднимались проблемы, вопросы, которые дети могут задать родителям. Или с помощью этого спектакля родители могут что-то очень важное, очень ценное вложить своим детям. И это не зависит от возраста детей. Тем более, что в нашей афише есть спектакли, адресованные для просмотра с детьми из шести лет. И вместе с тем, там есть Тургеневская Ася, там есть Антигона Ануевская. Это уже разговор с детьми другого возраста, уже с теми, кто столкнулся с решением каких-то серьезных, глобальных, возрастных проблем, когда в семье решаются вопросы становления ребенка уже как взрослой личности. Поэтому здесь палитра этих спектаклей, она очень разнообразна, и все спектакли будут, я думаю, интересны. Театральное сообщество активно откликнулось и поддержало идею фестиваля. Для нас было неудивительно это, но откликнулось достаточно лихо. Причем, если взглянуть в фестивальный календарь страны, весна и осень, они изобилуют фестивалями. Параллельно с нами идет большой фестиваль в Новосибирске. Такой большой сибирский город, куда попасть очень престижно. И мы боялись, что мы, может быть, не соберем спектакли значительно интересные, но, к счастью, все произошло с точностью до наоборот. И если вы посмотрите на нашу афишу, там представлены и лауреаты «Золотой маски», и лауреаты национальной премьеры «Ликин». Сообщество откликнулось и с пониманием этой задачи, и, главное, с желанием реализовать эту задачу. Участвовать в фестивале будут театр практически со всей России, сообщила главный режиссер театра юного зрителя Марина Корнеева. У нас будет театр для детей и молодежи Кемерова, театр юного зрителя из Севастополя, театр из Москвы, театр из Барнаула. То есть география нашего фестиваля очень обширна. И найти для себя тему интересную, интересный спектакль, интересный стиль спектакля может, я думаю, каждая семья, каждый зритель, потому что возрастная категория от ноль плюс и дальше, и дальше. То есть вся семья может посмотреть спектакль на любой вкус. Это и современные детские писатели, это и классическая русская драматургия, это Пушкин, Тургенев, это спектакли различной формы, например, спектакль-мультфильм, спектакль интерактивный, очень интересный, когда сами зрители участвуют в театральном действии. Это замечательный спектакль, лауреат, национально-театральный премьер Ликин, театр для детей и молодежи города Кемерово, спектакль «Что случилось с крокодилом». Актеры, насколько я знаю, специально учились владеть оригами, и они будут создавать на глазах вместе с детьми вот эту замечательную сказку, историю про крокодила. Также в нашей программе зарубежная представлена литература. Это Пауль Мар, спектакль «Суббота каждый день» по знаменитой повести Пауля Мара. Также лауреат национально-театральной премии «Орликин». И российский академический молодежный театр завершит нашу программу 19 мая спектаклем «Волшебное кольцо». Этот спектакль лауреат национально-театральной премии «Золотая маска». Наши участники театра абсолютно разнообразны по форме, по материалу, по темам. И спектакли будут идти у нас утром и вечером. И в течение пяти дней наши зрители, я думаю, получат именно театральный, огромный, яркий праздник. Мы, во всяком случае, на это надеемся и готовим сейчас незабываемую программу для зрителей. И не только для зрителей, но и для участников фестиваля, потому что мы хотим, чтобы участники фестиваля увидели наш город, полюбили его, запомнили, увидели все самое лучшее, что у нас есть в городе. Поэтому для участников также предусмотрена замечательная культурная программа для того, чтобы они узнали Ульяновский регион вот со всех сторон, что можно запомнить о нашем городе. В рамках фестиваля актеры не только будут играть в спектаклях, но и смогут поучаствовать в мастер-классах? Для участников фестиваля даст мастер-класс заслуженный деятель искусств, профессор Андрей Борисович Дразнин. Это профессор актерской, пластической выразительности. Он даст мастер-класс «Дано мне тело, что мне делать с ним?» То есть актеры будут иметь возможность на фестивале научиться чему-то новому, встретиться с этим выдающимся человеком, который преподает во всех театральных школах и страны, и во многих театральных школах мира. И этот опыт для участников фестиваля также будет, я думаю, очень ценен. И для нас тоже встреча с таким профессором, интереснейшим человеком, автором книг будет, я думаю, тоже незабываемым впечатлением. Ожидают на фестивале и зарубежных гостей? Также на нашем фестивале представлен Болгарский театр «Кредо». Театр «Кредо» привезет нам спектакль по сказкам Андерсона, который называется очень интересно «Папа всегда прав». Это замечательный театр, который имеет семь международных премий и очень много участвовал в всероссийских фестивалях. Для наших зрителей спектакль Болгарского театра, я думаю, будет открытием, как и для всех нас, потому что этот спектакль идет на русском языке. Они довольно хорошо говорят на русском, и это спектакль-фантазия по жанру, это снежная комедия. Они не раскрывают всего сюжета, болгарские постановщики, потому что хотят, чтобы этот спектакль был сюрпризом. Фестиваль спектаклей для всей семьи «Вместе» будет проходить с 15 по 20 мая. Будет интересно, приходите, и, конечно, всей семьей. Вот на этой доброй ноте мы и завершим нашу утреннюю программу. Мира и добра вам, дорогие друзья, желает звукооператор Алла Крылова, звукорежиссер Светлана Дубровина, и я, журналист Татьяна Лунина. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok